На юге Сахалина проходит областной слет школьных лесничеств. Третий год подряд юные друзья леса состязаются в экологических знаниях и навыках. В мероприятии участвуют 11 команд из разных районов острова от Александровско-Сахалинского до Холмска. На эстафете юных лесничеств побывал Дмитрий Зелинский. Алена Ищенко – волонтер, участница школьного лесничества из села Буюклы. Говорит, что экологические акции, которые проводят активисты, идут на пользу родному населенному пункту. Ребята следят за порядком в лесу, на реке, в местах отдыха. Наши села стало намного чище. Наши леса наконец-то начали обретать свой первоначальный вид без мусора, без грязи. И вот так вот. Это благодаря всем молодежи. Накануне команды отчитывались, какую работу ведут на благо своих городов и сел. Побывали в питомнике, где им подарили саженцы. На второй день слета школьники учились обращаться с инструментами лесничих и сажать растения. Сейчас, во второй половине дня, все эти полученные знания на практику, они применяют на лесной эстафете. У них здесь 10 этапов разных. Есть и лесные пожарные, и защита леса, где они должны разбираться в жуках-вредителях и болезнях леса. Лесное ориентирование, где они определяют по азимуту нужное направление. Чтение квартального столба, лесная фауна. Участники эстафеты определяли по голосам и следам лесных обитателей, строили навесную переправу, ставили палатку. Возможно, во взрослой жизни это ребятам и не пригодится, но вот медицинские навыки точно полезны для всех. Лучшая команда отправится на всероссийский слет юных лесничих. В эти дни на подобном мероприятии островной регион представляют ученики седьмой школы Паранайска. Дмитрий Зелинский, Алексей Вершинский, Андрей Лангерман, Солнце ТВ.